Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Иван Чабану признался в симпатии к редактору телепроекта Анастасии. Он тоже девушке нравится. Ваня постоянно переписывается с Настей. По сто раз в день бегает в аппаратную, чтобы пообщаться. К чему приведет этот роман, пока неизвестно. Большинство участников не верят в пару Юлианы Богомоловой и Виталия Малышева, потому что ребята предпочитают общаться не друг с другом, а в соцсетях. Все свободное время они проводят в телефоне, общаясь с поклонниками в сети. Малышев сменил стиль и мы сделали новую стрижку в салоне красоты Влада Кадони. В сети появились слухи об абортах, которые делала Лилия Четрару. Если верить информатору, который пожелал остаться неизвестным, у Лилии за плечами два аборта, а также она является обладательницей целого букета инфекций. Похоже, что Саша Черно не зря ревнует Иосифа Оганесяна к своей подруге Лизе Триандафелиде. Лиза уверяла, что в отношении пары она лезть не будет. Но недавно девушка выложила в сеть видео, где она и Иосиф лежат на кровати в комнате, которая похожа на номер отеля. В сети появилось сравнительное фото Дариной Маркиной. Вам нравится, как Дарина сейчас выглядит? Или все-таки раньше было лучше? Ваня Барзиков поехал домой в Украину навестить семью. Вышел на свой район, пишет Барзиков. «Думаю, может устроиться на работу, тут-то меня точно возьмут». Барзиков не взял с собой Лизу Полыгалову, так как ребята услышали, что сейчас есть трудности с пересечением границы. Но в следующий раз они планируют отправиться вместе. Антон Гусев взял к себе на целых два дня сына Даниэля. Он запланировал много развлечений для ребенка. А бывшая Гусева Женя Феофилактова была замечена с новым мужчиной. Но после развода с Антоном она предпочитает не афишировать свою личную жизнь. Вика Романец напугала подписчиков снимком ног, которые покрыты безобразными гематомами. Сама девушка заверила, что синяки – это результат массажа. Ребята ведь вовсю готовятся к предстоящей свадьбе. Они проводят серию косметических процедур, чтобы к торжеству выглядеть как можно лучше. Недавно Марина Тристановна Абрамсон сделала блефаропластику. Сейчас она хочет изменить форму носа. Хочет сделать себе ринопластику и Саша Гозиас. Она призналась об этом в прямом эфире. Она считает, что нос у нее слишком широкий, и она хочет сделать его поуже и приподнять кончик. Андрей Черкасов опубликовал снимок десятилетней давности. Он вспомнил, что первое время Саша Гобозов обращался к нему на вы, и это было очень забавно. Пользователи соцсетей сравнивают реальные снимки Ольги Ветер и обработанные в фотошопе. На кадрах из видео, которые не обработаны в графическом редакторе, она выглядит далеко не красоткой. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на ютубе и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.